Я бы хотел услышать и от Белоусов ответы на вопросы, которые от нас с вами требует народ. Он же уже насмехается. Российские военблогеры продолжают разбирать причины провала российской армии под Курском и уже открытым текстом кроют нового министра обороны России Белоусова, который, по их словам, оказался бездарным и не оправдал возложенных на него надежд. Заметно, что этот провал в Курской области привел экспертов в ярость и даже те, кто обычно лоялен Кремлю, теперь стали буквально срываться в эфирах и высказывать довольно жесткую критику. К примеру, известный российский пропагандист, полковник Виктор Баранец заявил, что Россия получила под Курском оплеуху и заявил, что виновата в этом российское командование, которое точно видело накопление украинских войск, но ничего не сделало и проявило халатность. Почему произошло то, что произошло? Ну как же так? И все же было видно. Почему же как-то не предотвратили? Ну давайте начнем с того, что мы получили оплеуху. Со спутников мы что-то видели? Видели. Авиация наша засекала передвижение огромных маск украинских войск? Безусловно. Беспилотники контролировали территорию? Безусловно. Войсковая разведка должна была спать или работать в ближайшей, так сказать, тактической глубине? Конечно. Это тоже наш гигантский просчет. Не понял, как же так? Все время побеждали, побеждали. И тут оказывается такой гигантский просчет. Совершенно понятно, что если располагали вот все суммы информации наш генеральный штаб, командование специальной военной операции, то тут можно сделать вывод, что не придали значения, что ли? Это стратегический просчет, это серьезно. А может быть зададимся вопросом, генштаб или командование своего не располагало информацией? Я в это не верю. Получается, вполне лояльный себе кремлевский эксперт, который регулярно выступает на федеральных каналах, рассказывает там, как обычно, о том, как Путин всех переиграл, рассказывает о сплошных победах. Теперь прямым текстом обвиняет российский генеральный штаб и военное командование в том, что они знали, что Украина готовит вторжение в Курскую область, но просто ничего не сделали, потому что то ли являются предателями, то ли являются просто идиотами. Причем этот же баранец отдельно упоминает фамилию Белоусова и подчеркивает, что Белоусов тоже виноват, что он тоже имеет отношение к этому провалу и что он еще, судя по всему, не извлек из него никаких уроков. Ну, судя по тому, что Белоусов говорит сейчас. Я ждал, что министр обороны должен будет сделать стратегические, глобальные акценты на том, какие уроки надо извлекать из того положения, с которым наша армия столкнулась на Курской земле. Я вот этого не услышал. Я не услышал о том, что надо учиться оперативно реагировать на вот эти сигналы разведки, на угрозы. Я не услышал этого, да. А, допустим, я не услышал о том, что, в принципе, надо делать в данной ситуации. Нет, этого не было. Всего три месяца назад российские военблогеры и военкоры буквально восторгались Белоусовым. Ну, возможно, просто потому, что им прислали соответствующую методичку. Но, тем не менее, все они рассказывали, что Белоусов сейчас придет, порядок наведет, и при нем-то в Министерстве обороны уж точно все изменится и не будет, как при Шойгу. Теперь же они открыто высказывают свое разочарование в Белоусове и признают, что с его приходом на самом-то деле ничего особо и не изменилось. И неудивительно, поскольку Белоусов, в общем-то, является частью той же самой системы, что и Шойгу. А потом у меня возникает еще и другая проблема в голове, да, у них много у меня проблем. Я уже вижу, что мы, в общем-то, менжуемся и стесняемся говорить, что специальная операция, военная, специальная военная операция уже закончилась, дорогие друзья. Ее уже нет, уже начинается война. Вот это оценки я тоже хотел услышать от Белоусова. Получается, он тоже не верит, что специальная военная операция идет по плану, если вместо Киева за три дня она на третьем году превратилась в полноценную войну? Ну и да, из его же слов выходит, что Путин, по сути, просто на ровном месте в эту самую войну свою страну и свой народ просто взял и втянул. Я бы хотел услышать и от Белоусова в глобальном стратегическом плане ответы на вопросы, которые от нас с вами требует народ. Он же уже насмехается. А где удары по центрам принятия решений? Министр обороны должен слушать народ, должен слушать народ и давать ответы. Народ этого ждет. По словам пропагандистов, народ уже просто насмехается над Белоусовым. Это при том, что он вообще-то свою должность занимает только три месяца, ну тот же Шойгу, и то намного дольше держался. Кроме того, обвиняют Белоусова еще и в том, что он якобы не предпринимает никаких действий против ввода в Украину воинского контингента НАТО. А в том, что такой контингент в скором времени будет введен, российские пропагандисты уже не сомневаются и говорят об этом как о свершившемся факте. Белоусов почему-то забыл сказать о том, что активнейшим образом идет наращивание помощи и финансовой, и военной помощи Запада Украине. И мы уже можем понимать о том, что в общем-то надо ожидать то, что ввод контингентов, штатных контингентов войск НАТО. Вот уже сенатор Грэм уже не стесняется говорить, что в самолетах М-16 будут сидеть кто? Профессиональные военные летчики. Они отпускники, они запасники. Но это же для другого совершенно сказано, понимаете? Те же самые люди, которые только недавно уверяли, что Запад вообще бросит Украину, не будет Украине помогать, что никакие западные войска за Украину воевать не будут, теперь утверждают, что в скором времени в Украину все-таки будут введены войска НАТО. И это тот случай, когда я буду только рад, если их прогнозы все-таки сбудутся. Когда общество поддерживает армию, это самый сильный боезаряд, который армия может получить у себя за спиной от общества. А вот тут у нас уже, мы тут тысячу раз уже говорили, у нас этого единства нет. И с этим, конечно, надо что-то делать. Как-то никакого единства нет. Только недавно вся российская пропаганда в едином порыве кричала, что Россия объединилась вокруг армии, что все поголовно поддерживают войну. И тут вдруг такое признание. Оказывается, большая часть российского общества война и армия по барабану. И, в общем-то, понятно почему. Потому что, ну, в общем, всем очевидно, что Россия не ведет какую-то отечественную войну, да, или там войну за выживание. Нет, Россия ведет войну колониальную, захватническую. В ней она, очевидно, выглядит агрессором. А в таких войнах никакого всеобщего духоподъемного настроения нет и быть не может. Понятное дело, что, ну, большая часть людей просто старается от этого как-то абстрагироваться и делать вид, что ничего не происходит, никак в этом не участвует. Кроме того, характерно, что несмотря на то, что Россия продолжает наступать под Покровском, российских военных экспертов, судя по всему, это наступление совсем не радует, потому что, по их же признанию, украинская армия в Курской области за несколько дней все равно захватила больше территории, чем российская армия в Донецкой области за полгода. В первые несколько дней ВСУ действует без ограничений, каких-либо политически сумели взять территорию порядка 480 квадратных километров. На всякий случай хочу напомнить, что российские вооруженные силы за полгода ведения боевых действий освободили территорию 320 квадратных. Но, к сожалению, не на всех направлениях ситуация для украинской армии такая же радужная, как в Курской области, где российская армия позорится, отступает, сдается в плен, бросает позиции. Под Покровском для Украины ситуация тяжелая. Там российская армия наоборот наступает, то есть они плюнули на свою Курскую область, но бросили все силы, чтобы захватывать, сжигать какие-то украинские поселки и наступать, захватывать территорию Донбасса. Поэтому сейчас мы все усилия, я имею в виду, мы волонтеры, блогеры, кто может собирать деньги, что-то закупать и передавать туда, сейчас все усилия направляем именно на это направление, чтобы помочь ребятам, которые там сейчас находятся. И я призываю вас задонатить, тоже помогать. Я в описании к этому ролику оставляю ссылку на счет волонтерского фонда. Закиньте туда сколько можете, реально это может быть небольшая сумма, не стесняйтесь кидать небольшие суммы. Главное, чтобы это было пожертвование как можно более массовое, потому что сейчас мы там стараемся закупать и коптеры, и рэп, и еще что-то, какие-то потребности закрывать. И ваше участие очень важно, поэтому сейчас не оставайтесь в стороне. Чем больше мы сейчас поможем, тем больше вероятности, что Украина сдержит вот это очередное российское наступление и сможет его отбить. Задонайте для защитников Украины и подпишитесь на канал, это тоже очень важно.